В 2020 году в Нарейнмаре начнется строительство первого инклюзивного учреждения в регионе – коррекционной школы. На эти цели планируется направить 500 миллионов рублей. Возведение социально значимого для округа объекта обсудили на постоянной комиссии по социальной политике с участием директоров учебных заведений и представителей профильных департаментов. Подробности в материале Александры Литковой. На проектирование объекта потребуется порядка 6,5 миллионов рублей. Соответствующие документы уже представлены в Департамент финансов и экономики региона для включения данной суммы в бюджет округа на 2019 год. А вот на само строительство коррекционной школы по предварительным расчетам потребуется более 480 миллионов рублей. И это только начальная цена контракта. По строительству сумма будет корректироваться после готовности проекта, потому что высота по налогу в нашей зоне, к сожалению, таких учебных учреждений нет. Поэтому сумма высота все-таки по максимуму по школе и по тому оборудованию, которое хотели наполнить, добавлена стоимость этого оборудования. Кроме того, все объекты, которые сейчас расположены на земельном участке, где планируется возвести школу, являются аварийными и будут мешать строительству. В связи с этим подготовлены документы о списании данного имущества на этом участке. Также для обеспечения доступности нового здания и создания необходимых условий для образования детей-инвалидов проработаны вопросы реконструкции двух автомобильных дорог. Параллельно проработаны вопросы реконструкции двух автомобильных дорог, потому что данная школа не может существовать без автомобильных дорог, с твердым покрытием и остановки. И стоимость тоже просчитана – это 25 миллионов дорога по улице Студенческое строительство и реконструкция меридов. И 43,7 – это Пусто-Зерская, плюс по 3 миллиона на каждую дорогу на проектирование работы. Здание новой коррекционной школы будет представлять собой учебные секции для учеников с 1 по 4 и с 5 по 9 классы, учебно-производственные мастерские с инвентарным подсобным помещением, отдельные кабинеты для служб сопровождения групп продленного дня с отдельными выходами на игровые площадки, запланированы спортивный и актовый зал, библиотека, столовая, административный, хозяйственный и медицинский блоки, а также отдельные помещения для музея и архива. На сегодняшний день в коррекционной школе обучаются 108 человек, из них 41 ребенок-инвалид.